Сергей, вот сегодня я хочу поговорить с тобой про парадоксы времени. Получается так, что, смотри, одни люди имеют 24 часа в сутках, как и все остальные, но они почему-то достигают меньших результатов, чем другие. Кто-то достигает таких результатов, которые немыслимы даже, если бы у человека было 240 часов в сутки. Вот давай вот с этого начнем. Я знаю, что ты сейчас очень интересно так изучаешь тему времени, также делишься с другими людьми. Ну и я хочу, чтобы ты как раз поделился со зрителями нашей передачи, вот всеми своими наработками, которые у тебя по временным парадоксам, тайнам, секретам и так далее. Хорошо. Ну, если мы рассматриваем механизм достижения, то его, конечно, имеет смысл раскладывать на несколько компонент. И вот почему меня заинтересовала именно работа с идеей времени, потому что мне показалось, что остальные компоненты более исследованы. Допустим, там, страх достижения, неверие в себя, какие-то ограничивающие стереотипы. Даже деньги и те больше исследованы. Да. Может быть, деньги и в первую очередь больше исследованы, потому что в последние годы, ну, только ленивые не проводят тренингов про деньги. Ну, и мы с тобой тоже отметились на этой стезе. Но, начиная с какого-то момента, я подумал о том, что я рассматриваю ресурсы, ну, так полуинтуитивно сложилось, а потом я формализовал эту раскладку, что разделяю ресурсы на три основные части. Управление деньгами и их производными, там, собственностью, какими-то ресурсами и так далее. Управление временем и управление волей или намерением человека, как самый такой тонкий и самый сложный. Сюда же ходит управление вниманием, да, управление, там, другими вещами. Вот. И здесь я подумал о том, что мало того, что нас, ну, скажем так, странно учат управлять временем или совсем не учат управлять временем, да, что вот где-то пару месяцев назад меня торкнуло, что социум приучает детей к некому стандартному использованию времени. И это стандартное использование времени заточено на наемный труд. То есть ты считаешь, что мы запрограммированы с детства? Да, я считаю, что мы запрограммированы с детства, но здесь не стоит искать, как бы, по теории заговора какого-то там метапрограммиста. Скорее то, что с каждым годом становилось все удобнее учить детей так, как работают взрослые. Школьный процесс, детсадовский процесс, институтский процесс был все более и более заточен на стандартные, там, 4-8-часовые куски времени. И действительно, если задуматься о том, что как ребенок сталкивается с временем, он сталкивается не с каким-то там креативным, творческим, потоковым течением времени, из которого можно вылепить как бы все, что угодно, он сталкивается уже там с уроками, сменами, переменами, продленками, там, парами и так далее. Я как сейчас помню, большая перемена 15 минут, маленькие по 5, уроки по 45. Да, да, да. И это уже программирование, да? И это, именно это и есть программирование. И эту идею было очень легко проверить, когда задуматься о том, как людей, детей учили, скажем так, у богатых, в аристократических семействах, как до сих пор учат в каких-то там хороших школах хорошего уровня, как происходит процесс обучения в Кембридже и Оксфорде и такого типа университетах. И первое, что мы заметим, это намного большую гибкость этого процесса, что он идет не стандартизованными большими кусками, а он складывается как бы из отдельных кубиков. И взрослые дают ребенку намного больше возможностей выбирать, менять, чередовать. То есть, там, процесс рационального обучения сменялся рисованием, рисование сменялось танцами, там, верховой ездой и так далее. То есть, ты хочешь сказать, что в системе обучения богатых, Кембридж, Оксфорд и так далее, там нету вот этих вот перемен и так далее? Я хочу сказать, что там все намного более гибкое и заточенное под индивидуальность. Заточенное под индивидуальность. И, ну, допустим, если взять те же самые английские университеты, то там система менторства, то есть, по сути дела, наставничества. Все это дело наставничества. Когда наставник помогает ученику, как бы, собирать те курсы, которые подходят именно для него. Вкладывать столько времени, сколько подходит именно для него. То есть, время – это величина переменная. Сергей, я вот немножко тебя здесь приостановлю. Мы продолжим отсюда же, да? То есть, если мы возвращаемся к стандартной системе образования, школы, институты, ну, так скажем, не для богатых, да? То здесь получается обучение больше на толпу ориентированно, то есть, шаблоны и под одну расческу? Да, да, абсолютно так. Ну, мы помним, как мы учились в школе. И, ну, я, допустим, в старших классах, я там полухитростью, полунастойчивостью вытребовал себе, во-первых, дополнительный выходной день в понедельник, а во-вторых, возможность сидеть на последней партии и заниматься по своей собственной программе, по которой меня вели мои наставники. То есть, у меня были очень хорошие наставники по математике и по физике, поскольку я готовился поступать именно в этом направлении. И тебе разрешили? И мне разрешили, да. Поскольку я был отличником, такой белой вороной, все на меня давно махнули рукой, знали, что, в принципе, я отвечу, сдам на пятерки, поэтому меня не трогали. Такой еще вопрос в тему, быть белой вороной – это страшно, не страшно, хорошо, плохо? Твое мнение, мне интересно. Ну, скажем так, это болезненно, потому что школьный коллектив, он, мягко говоря, не терпит, не любит ботаников, отличников белых ворон. Там я кое-как откупался, давая списывать там всякими другими способами, но, конечно, феномен школьной толпы исследован разными способами. И у меня был потом такой эксперимент в районе 18-19 лет. В тот момент меня как-то привлекло то, что по-английски называется даусинг – работа с рамочками или маятником еще. Но я вот работал именно с рамочками, мерил биопатогенные зоны, сетку земную, положительные объекты, отрицательные. Ну и как-то я подошел к родной школе. За 300 метров до входа в школу рамочки закрылись и уже не открывались. То есть школа была накрыта пятном эмоционального отторжения, таким сильным пятном, что вот оно все фиксировалось очень сильно. Я думаю, что это не единостый слой. Сергей, снова вопрос опять от наших зрителей, который уже неоднократно звучал. И я как раз, поскольку ты затрагиваешь сейчас именно такую тему, хотел узнать. Вот путешествовать с детьми, которые уже не малыши, а которые уже школьного возраста. Какие альтернативы? Ты как порекомендуешь именно стандартное образование, либо какие-то альтернативы? Абсолютно не стандартное образование. То есть ты школу не поддерживаешь? Нет, скажем так. Я не поддерживаю вот ту вырожденную школу, с которой мы все хорошо знакомы. Тем не менее, существуют альтернативные варианты, структурированные, но при этом по-другому структурированные. Ну, классическими вариантами это вольтдорфские школы и школы Монте-Сори. Хотя, конечно, таких вариантов намного больше. Даже здесь, на Бали, мы знаем Green School, мы знаем еще пару школ, где образование все-таки выстроено на более гибком, таком текучем режиме. Для более творческих людей. Для более творческих людей, да, детей. А с другой стороны, вот недавно мы познакомились с семьей, которая исповедует идеологию домашнего образования и учит там два ребенка, маленькие, совсем маленькие, старше девочки 7,5 лет. И она учится самостоятельно с родителями, плюс репетиторы, плюс дистанционное образование. Я считаю, что это абсолютно адекватно, вспоминая даже там себя в советское время. То есть большую часть того, что я получил, я получил от нескольких конкретных людей, а не от вот этого заучивания-зазубривания. А заучивание-зазубривание мне удавалось самостоятельно намного лучше. Это даже если не говорить о качестве школьных учебников. Я дополню немножко вопроса под другим углом, да. То есть вот если родители хотят путешествовать и видят как препятствие образования своих детей, то... То препятствие находится у них в голове. Вот я тоже так считаю, поэтому мне просто интересно было узнать еще твое мнение. Хорошо. Ну вот хочу вернуться к идеологии времени. Я, когда изучаю какой-то вопрос, у меня есть один из принципов исследования, что я всегда закапываюсь в мифологические корни этого вопроса. То есть я задаю себе вопрос, а как это было в древности? А какие сказки рассказывали о времени, о жизни или о смерти, или о любви? Потому что история – это хорошая школа, как ни крути, да? Мифология. Мифология, да. Потому что она отражает более древний способ описания того или иного явления. Ну и самый стандартный вопрос – это почитать истории про богов-покровителей данного явления. И мы привыкли хронос, 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 седое время, вечное и безжалостное и так далее. Но оказалось, что у греков два бога времени, причём они принадлежат разным поколениям. А принадлежность разным поколениям отражает разные эволюционные этапы формирования. Что хронос, он принадлежит ещё даже поколению до Зевса, а кайрос – это самый молодой, младший сын Зевса. И кайрос – это бог счастливых мгновений. Здесь и сейчас? Ну, с одной стороны, здесь и сейчас, но не всякое здесь и сейчас равно другому здесь и сейчас. Счастливые здесь и сейчас. Да. То есть там очень интересная как бы иконография этого бога, что он изображался с чубом на лбу. Что типа когда он мимо тебя пробегает, можно его схватить. Но если он уже прошёл мимо, если ты промешкал хотя бы на секунду, за затылок не за что хватать, потому что волосы только на лбу. Как бог возможности что-то? Да, да, да. И здесь это очень интересная штука – это связь времени и возможности. Ещё метафора, которую я люблю – это метафора открывающихся дверей. Вообще тема «возможность» как открывающаяся дверь, что «возможность» – это пустота. То есть «возможность» – это кусок пустоты между местами в жизни, которые уже заняты. То есть где кто-то что-то построил, а возможности ещё никто не построил, либо ты там что-то не построил. То есть это как дверь или коридор, в который можно войти. А можно и не войти. Да. И поэтому, кстати, на этом же я строю модель свободы. Что свобода в первую очередь – это ощущение открывающихся дверей. Во вторую очередь – это умение быстро заглянуть в дверь. И в третью очередь – оценить, что там чулан или дворец. То есть свобода – это такая многоступенчатая функция. Так вот, возвращаясь ко времени, что мы все знаем, что есть такие мгновения, когда за несколько секунд на тебя обрушивается ворох идей, и потом ты месяц или год питаешься этими идеями. Вдохновение некоторое, да, такое? Да, да, да. Но если ты отвлечёшься в эту секунду, ты, пардон, просрёшь эту открывающуюся дверь. Это как мыльный пузырь аналогия, да? Вот она, возможность, но она лопается. А в английском языке вот слово opportunity, оно больше переводится как благоприятная возможность именно, да? Ну да, 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 да. Из латыни это идёт. Слушай, но есть же ещё и обратное, когда мы проводим 3-4 часа, а для нас это как будто за одну секунду пролетело. Это когда мы во что-то увлеклись, вовлеклись прям. Я думаю, да, что когда мы схватили кайроса за чуб, трясём его и извлекаем из него. Угу. Много-много-много. И, ну вот мой тезис состоит в том, что поскольку нас не научили этому в школе в детстве, то имеет смысл специально обучаться этому... Ну, одному из главных предметов жизни. Да, 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 да. Как раз сегодня у нас был разговор с нашим общим другом Иваном Бабошиным, который своего рода пожаловался на то, что отправившись в свободное путешествие, ему трудно организовать рабочее время и пространство. Потому что если он всё время с семьёй, трудно заниматься делами, а если он уходит на там 8 часов куда-то как на работу, то возникает дежавю, что он вернулся в своё прежнее состояние. И у меня самого тоже была такая... Ну, много лет назад я решал такую задачу, что, конечно, структурировать своё время по 8 часов – это невозможно, это убийственно. То есть, как бы, внимание не выдерживает, усталость накапливается и так далее. Поэтому, конечно, нужно структурировать время, там, ну, максимум по 2 часа, между этими плавлять, там, бассейн, прогулки, там, веселье, время с семьёй, с близкими людьми. То есть, лучше 4 по 2, чем 2 по 4? Да, лучше 4 по 2, чем 2 по 4. А, Сергей, так это получается тогда большая проблема вот такого программирования, да, что если мы изначально заточены под 8-часовой рабочий график, и тогда сразу отсюда получается, что люди не видят возможностей, да, потому что у них программирование произошло именно под наёмный труд. Какие? Вот ты уже сказал, что наша задача – брать на себя обязательства самим развиваться. А если люди просто не догадываются, что есть такой предмет в жизни, и что его тоже можно изучать, управление возможностями, управление временем, не знают, что есть боги тайм-менеджмента, как ты рассказал, вот, что же тогда делать? Ну, ты знаешь, я всегда исхожу из того, что в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. Если не 100%. Да. И вот эта классическая притча про Хаджуна Средина, который искал ключи под фонарём, а уронил их в тёмном переулке, что попытка искать выход на свободу там, где его ищет большее число людей, а что это, там, деньги, там, какой-то там бизнес, карьерный рост. Хотя на самом деле, может быть, основным, как бы, вот, крючком, основным ручником является отношение со временем больше, чем отношение с деньгами. И здесь просто, ну, это как работа с ценностями. Если два месяца задавать себе каждый день вопрос, что для меня важно и ценно, через два месяца, ну, что-то сложится. Точно так же, если задумываться о том, как устроено мои отношения с временем, почему я строю свой день так или иначе, насколько там я привязан к такому способу структурирования времени, могу ли я как-то переструктурироваться, потому что понятно, что между жёсткой структурой, там, 8 часов, 5 дней в неделю, двое выходных, и абсолютной анархией, там, делаю, что хочу, когда хочу, а существует некая оптимальная раскладка. Это оптимальная раскладка для каждого своя. Но многие думают, ну, даже в сетевом бизнесе говорится, сетевой бизнес, он такой прекрасный, потому что вы можете работать, когда хотите, с кем хотите. И этот бизнес настолько прост, что любой справится с этим. Да. Но при этом, когда человек начинает то хотеть работать, то не хотеть работать, то у него ничего не получается. А вот как найти вот эту оптимальную середину, какими отрезками структурировать время? Вот здесь я всё-таки хочу сказать несколько добрых слов по поводу школьных уроков, потому что вот эта система, там, 50 минут поработай, 10 минут отдохни, она всё-таки следует достаточно естественному ритму, который есть у человека под названием ультрадианный ритм. Значит, что это такое? Ну, мы все знаем, что у нас есть циклы быстрого медленного сна, и они чередуются. Но не все знают, что этот цикл, он на самом деле универсальный, 24-часовой. И что во время бодрствования он тоже идёт. И мы можем отследить этот цикл, когда нас начинает тянуть, там, полежать, отвлечься, там, задуматься. То есть каждые час-полтора мозг уходит в состояние такой перезагрузки на 10 минут примерно. Рестанция. Да, ему нужно, это называется такой мягкий обыденный транс. То есть ему нужно помочь. Вот, я уже лет 7-10, наверное, стараюсь это использовать. Что когда я начинаю уплывать, позволить себе уплыть, и тогда через, там, 10-15 минут тебя мозг возвращает. Вот тоже здесь я всё время вспоминаю 17 мгновений весны и Штирлица, который высыпался за 15 минут. Мне всегда казалось, что это вот, как бы, регенда, байка, что невозможно выспаться. А потом я понял, что на самом деле, если вовремя заснуть, то через 15 минут тебя тело, мозг отпускает достаточно свеженьким. Если именно в эти 15 минут. Если даже не в эти 15 минут, а вот как там, вот это вот приглашение, оно буквально несколько минут. Его легко сломать, но если ты регулярно сломаешь, то у тебя начинает это влиять на иммунную систему, на другую, на нервную систему. 10-минутную подремать, либо помедитировать, либо ещё что-то. И вот таким образом вот это вот структурирование времени оказывается намного более экологичным и ресурсным. Слушай, то есть я, получается, тогда в школе правильно делал, когда мне хотелось спать вот так, но на меня накричали, а ну-ка вставай, урок идёт. То есть школа не приветствует приглашение этих? Школа не приветствует, потому что, естественно, когда в зале, в классе 40 человек, и у каждого своя индивидуальная перемена, тут ничего не поделаешь. Что опять возвращает нас к идее индивидуального обучения всё-таки. А вот смотри, такой вопрос. Ты наверняка читал книгу Тимоти Хэрриса, «Как работать 4 часа в неделю». Как ты относишься к его концепции 4-часовая рабочая неделя? Ну, опять-таки, существует хорошая поговорка, «Научи дурака Богу молиться, он глоб расшибёт». Мы говорим о 4-х часах, которые фактически Тимоти Хэррис направлял на поддержание своего уже сложившегося бизнеса. Да, то есть именно это время, которое направлено на создание доходов. Но при этом он всю жизнь делает огромное количество других вещей, и аргентинское танго, и тайский бокс, и виноградники в Испании, и прочее, прочее, которые занимают оставшиеся 100 сколько-то часов в неделю. То есть это вопрос как раз о том, что на одно конкретное дело, на одну конкретную область жизни не нужно тратить 20 часов в неделю, а нужно разумно, равномерно распределять своё время по разным проектам. Но здесь идея многозадачности, что я всегда говорю, что прошла эпоха одной, но пламенной страсти, что современный человек, он многозадачен, потому что он многоценностный. То есть если раньше от реализации одной ценности человек пёрся и был счастлив, и всю жизнь работал, то сейчас, если там пятая по счёту ценность не реализована, то ты уже несчастен, несмотря на то, что с первыми четырьмя у тебя всё в порядке. Это, кстати, накладывает дополнительные условия на то, чтобы научиться инвестировать наше время, распределяя его по разным корзинам. А по поводу мини-отставок, вот допустим, когда человек занимается одним, но понятно, что одно дело рано или поздно любому человеку надоест, ну если это не дело его всей жизни, да. А как насчёт мини-отставок, твоё мнение, заниматься одним, допустим, потом брать какое-то время на путешествия, на другие дела, на отдых просто, на ничего не делание, и чтобы это прям встраивать в планы в свои, и в год, и в сутки, вот в сутки я уже понял, что планировать нужно как раз вот эти, когда приглашение на сон, отрубиться 15 минут, и потом со свежими силами. То же самое с годом. То есть вообще здесь мы выходим на ещё одну тему, это тему ритмов. Наши предки в древности на самом деле очень чётко учитывали эти ритмы. И, кстати, опять-таки в Убуде, на Бали, где мы сейчас находимся, и завтра праздник Голунган, и что всё украшено, они отслеживают очень тщательно различные ритмы, и месячные, и годовые, и даже столетние. Я как-то это даже интуитивно почувствовал. Да. И, допустим, вот две недели назад было не Епи, и не знаю, обратил ли ты внимание, что за эти две недели сыграно очень много свадеб. Обратил. Что вот сейчас по острову время свадеб, потому что они считают, что сейчас благоприятное как раз время для свадеб. И когда люди живут в согласии с вот этими ритмами, то так и получается, что какой-то проект занимает там несколько месяцев, потом мы его не перечеркиваем, просто чуть-чуть перераспределяем усилия. Где-то на паузу ставим. Да, да, да. Слушай, а вот это мне показалось, или вот здесь на Бали действительно больше счастливых людей, чем вот в тех городах, в которых мы жили на территории России, и в странах СНГ, может быть... Нет, не показалось. Действительно так. Действительно так. Здесь Бали достаточно уникальное общество. С одной стороны, оно живет в очень плотном контакте со своими традиционными ценностями. И я даже статью небольшую писал об этом, что у него на самом деле несколько корней. Индуизму – это только одна из четырех основ, на котором строится это общество. Здесь есть достаточно хорошие корни с буддизмом, с язычеством. С шаманизмом. И с поклонением предков. С поклонением предков. А поклонение природы, по-моему, тоже здесь происходит? Ну, это язычество. Поскольку любое большое дерево обвязано передничком, то есть они к нему относятся примерно так же, как храм. Вот. То есть с одной стороны, они уберут как бы из древних традиций, а с другой стороны, они прекрасно интегрированы в современное общество и мобильные телефоны, и машины, и развитие. У каждого фейсбук. Да, 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 да. Я тут посмотрел в твиттере, часто приезжаю куда-то, смотрю, кто рядом. Там, может быть, кто-то там из русских, из знакомых. А тут там тысячи местных балийцев пишут в твиттер. Я так и не смог найти ни одного иностранца, потому что, наверное, для этого пришлось бы пролистывать слишком много твиттеров. Слушай, Сергей, ну я думаю, для тебя не секрет, что вот в нашей передаче основная задача у большинства зрителей это как раз совершить качественный переход в новый уровень жизни, да, получить больше свободы. И у многих людей одна из основных целей – это получить больше свободы как в финансовом плане, так и в географическом, где жить, так и во временном. Больше времени для любимых дел, для семьи, для близких и так далее, да. Как вот эта концепция, о которой ты сейчас рассказал, немножко другой подход ко времени, нестандартный, может помочь нашим зрителям в решении вот этой задачи, а именно переходу от наемной работы к более свободному стилю как жизни, так и работы, так и хобби, ну и остальное, что входит вообще в концепцию новых богатых. Ну, я бы описал такой алгоритм. Как всегда, прежде чем резать, нужно хорошо отмерить. Прежде чем лечить, нужно поставить диагноз. Поэтому первая задача – это все-таки задумайтесь о том, как нас учили такой вещи, как время. А никак не учили. Ну, нет, нас не учили, учили, но вот неосознанно, но программировали там школы и так далее. Я из школы помню, что в часу 60 минут, в минуте 60 секунд – все. На самом деле, если ты вспомнишь, то, я, кстати, специально проверял, большинство людей воспринимают неделю до сих пор как школьный дневник, если ты помнишь. Да. Понедельник, вторник, среда. Суббота. Четверг, пятница, суббота. И воскресенье где-то висит. Когда я вспоминаю неделю, у меня до сих пор понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. То есть это очень мощное программирование, потому что оно 10 лет в юном пластичном возрасте. Второе. До того, как вы сделаете какой-то шаг с работы, попробуйте по-другому структурировать свое свободное время. То есть вечера, выходные, отпуска. А это есть у каждого человека, и каждый может это сделать. А это есть у каждого человека. Это есть площадка для экспериментов. То есть попробуйте как бы рвать эти программы. Сделайте соответствующие выводы. Ну и третий шаг. Это уже, ну вернее, может быть, еще один промежуточный шаг. Смоделируйте, прежде чем делать это реально, смоделируйте это в голове. Или на бумаге. Как будет выглядеть, да. Как будет выглядеть ваш побег на свободу, по какой траектории. Притом здесь нет никаких правил. Здесь каждое правило может человек для себя свое задать, да. Потому что многие люди, я заметил, они живут согласно каким-то опять навязанным правилам. И почему-то люди боятся сказать, а вот такое будет правило. И я буду хозяином этого правила. Я помню, что вот когда я начал взломы таких систематичных программ, которые навязали, я именно устанавливал, а вот теперь я так. Сколько вы говорите там, делу время, потехе час, а вот попробуем потехе время, делу час делать. И получалось. Вот что самое удивительное. Да. Когда мы это моделировали. Каждому поверив, создастся. Ну и четвертым шагом можно уже спокойно вырываться на свободу, не боясь того, что стереотипы поймают на полпути к Бали или уже на Бали и заставят вернуться в 8-часовой рабочий день. Вот такой алгоритм. Спасибо тебе большое, Сергей, за концепцию, которой ты поделился, за вот это, можно считать это домашним заданием, да? Да, да, да. За вот это вот практические рекомендации, можно сказать. Ну и я верю, что многие зрители смогут не просто посмотреть это как хорошее кино, да, с красивыми картинками, но еще действительно себе поставить задачу, оптимизировать время, прописать собственную формулу успеха времени, да, тайм-менеджмента и таким образом повысить качество своей жизни. Я думаю, что в итоге самая главная задача человека – это быть счастливым и заниматься тем, что нравится, сколько нравится и где нравится, и с кем нравится. Ну и как всегда можно порекомендовать писать вопросы и хвастаться в комментариях. Да, друзья, пишите вопросы именно в комментариях, но я думаю, что, Сергей, ты не откажешься заглянуть и ответить. С удовольствием. Друзья, мы получили только что добро от Сергея, и я с удовольствием тоже приму участие в этой дискуссии. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!